Сейчас дня. На улице 37 градусов. Прям, знаете, от асфальта все обжигает. Мама с Ваней остались в номер под кондиционерами отдыхать, а я понимаю, что у меня это единственная возможность сходить, посмотреть, поискать сережки на соседнюю улицу, где мы были с Оксаной. Так что сейчас дойду я туда и вам покажу. Смотрите, вот весь этот стенд с сережками. 7,5, 7,5, 7,5 лет. 7,5, но сегодня я смотрю, курс у нас уже 11,83, то есть умножайте на 11,8. Получите цену за серьги. Я люблю вот с этими вот камушками сережки, мне очень нравятся, они очень хорошо смотрятся. Каких только нет. Ну, то есть, фактически получается в районе 100 рублей все сережечки. Здесь у нас будет моргать свет, но здесь такие лампы. Так, здесь камушками нет. Вот эти серьги уже идут по 15 лет, то есть в районе 200 рублей. Вот они, мои любимые камушки. Ну, вот нравятся они. Я люблю бижутерию. Там кто пишет, зачем вам там бижутерия, лучше золото. У меня и золото есть, но бижутерию я люблю больше. А вот это странно как-то. Три сережки. Это что такое? Три колона, что ли, я не пойму. Так, девочки, по поводу сережек спрашивали, где сережки, где слабости брали. В прошлый раз не могла я объяснить толком. Значит, смотрите, вот там справа у нас ворота Адрианы. Я сейчас стою к ним лицом. Вот здесь вот ромайные пути проходят. То есть фактически вот эта вот улица идет параллельно вот той улице, где находятся ворота Адриана. Здесь есть вот такой вот фирменный магазин здесь по фиксированным ценам. Называется вот так вот. Вот. И здесь довольно-таки хороший ассортимент вот этих всяких сладостей. Здесь сладости вот разные в коробочках. Вкусные. Мы их брали. Вот смотрите. Цены разные. 15 лир. Вот такие вот камушки я разные провозила. Вот такие. То есть вот выбор здесь есть. Обычно, знаете, в пачках не очень вкусные. Вот здесь они вкусные. Цены, видите, 29 лир. Но сейчас я говорю, что уже лучше умножать на 12, потому что 11.83 на сегодня курс. Сегодня у нас 8 августа. Вот если хотите какие-то такие мелкие подарочки привезти, то можете зайти сюда. И здесь все можно выбрать. Можно и на развес купить. Можно в пачке. И чуть-чуть пройти вперед. Дальше вот идут вот такие вот сетевые магазины с сережечками. Их здесь довольно-таки много. Так, но тех, которые мне нужны, я их сейчас не вижу. Поэтому мы с вами пройдем дальше. Там будет следующий подобный магазин. Их здесь довольно-таки много. Вот с этой мелочевкой, сумочками с разными. С часами. Вот этот вот большой магазин. Сейчас мы с вами вот здесь посмотрим. Вот здесь везде цена фиксирована. Я никак не могла выбрать себе ничего. 15 лир вот такие вот сережки с камнями стоят. 15 лир. Я пойму, все, наверное, по 15 лир. Такие интересные, такие не видела. Но скользкие, наверное, скорее всего. Вот это вот по 10 лир. В общем, что я хочу сказать. Вот эта вот вся-вся улица. Она довольно-таки длинная. И здесь тоже куча магазинчиков. Самых разнообразных. И УТБ я сейчас проходила. Просто уже неохота заходить была. Косметические вот такие вот магазины. Здесь турецкие. Здесь сами турки часто что-то себе покупают. Косметика называется. Это тоже у них сеть такая. Она везде во всех магазинах есть. Так. Обалите бабушку. Фрукты, овощи. Ну, а я сейчас уже хочу, так как я гуляю, дойти до парка. До парка прогуляться немножко по парку. Все знакомые места. Вы знаете, я так прям хожу. Ностальгия такая. Хочется в следующий раз. Вот если, допустим, осенью мы поедем. Вот эта сеть Адахс называется. Ну, тоже везде. Вот видите, летние всякие маечки. Потому что мы уже понакупили. Уже не хочется. А если осенью поедем, хочется остановиться именно мне в Анталии лучше. Пусть он будет попроще отель. Ничего страшного. Хочется именно погулять. Хочется именно погулять, побродить. Так, чтобы уже, знаете, ориентироваться здесь, как рыба в воде. Потому что если ты один-два раза приедешь сюда, или там, тем более, кто приезжает там на один раз, это одно. Кепки по 15 лир. Сумки по 15 лир. А если ты здесь поживешь какое-то время, то это совершенно другое. Мне спрашивали про товары для творчества. Здесь есть целая улица с товарами для творчества. Вот то, из чего делают вот эти вот все сережечки там, нитки самые разнообразные. Все-все-все там составляющие. Вот эти вот есть. Эта улица где-то недалеко от Маркантали. Мы как-то заблудились, когда шли с рынка Чаршамба изобрели на эту улицу. И там есть море всего. Здесь глаза разбегаются. А я дошла потихонечку до парка вот этого, который находится рядом с ароматной глазами. Ностальгия. Ностальгия. Хочется здесь тоже прогуляться. А здесь, наверное, питьевая вода. Смотрите. Раз турок пьет, значит, можно пить, наверное. Руки помыть и попить. Здесь оригинально это сделано. Но неудивительно, потому что здесь на самом деле климат жаркий. Постоянно нужно пить. Пить, пить. Как можно больше пить. Вон там впереди, видите, уже море, смотрите, какой изумительный вид на море. Море сегодня полный штиль. Какой отсюда открывается и на горы, и на море, и на колесо обозрения. И вот на такой чудесный вид. Ну вот не зря же говорят, что природа, она как бы дает дополнительную энергию и силу. Вот это вот кафе. То, что где мы были в апреле. Здесь можно посидеть и на этот шикарный вид полюбоваться. Попить чаек, кофеек. Кто что хочет. И вот будете смотреть вдаль. Как уплывают коробли. Причем еще и хвоей пахнет. Красивый вид. Кальянчик покурить можно. Это смотровая площадка. Специально здесь, видите, такое место. Это уже у нас Калеичи. И вот так вот вид отсюда открывается. Потрясающе. Можно еще на горы посмотреть. Кстати. А, здесь за одну леру нужно. Леры у меня нету, одной леры. Бросить и посмотреть вон туда. На ту сторону Анталии. Красота. А вот там пляж. На этот пляж мы сегодня поедем. Расскажу сейчас вам, что у нас неприятного произошло. Сейчас несколько неприятных минут мы пережили. И, ну, сейчас пока идем на пляж. Приехали мы на такси. Пляж Кань-Ялты. Вместе с вами посмотрим, что он на себя представляет. Но я пришла после такой жары в номер. Быстренько приняла душ. Ложусь на постель. Ваня рядом лежит. И начинает считаться туда-сюда кровать. Я на Ваню гаркнула. Говорю, Ваня, что ты кровать считаешь? А он на меня изумблонными глазами смотрит. И бабушка напротив сидит на другой кровати. И тоже смотрит на меня во все глаза. И такая, говорит, земотрясение. А мы уже же на Сахалине жили. Знаем, что такое земотрясение. У нас 3000 человек погибло. Бегом. Знаете как? Вот всегда неожиданно так. Бегом давай собираться. В общем, мама выскочила в трусах под них. Натянула футболку. Я Ваня. Ну, Ваня одет был. Я на себя тоже что-то накинула. Вот накидуху бегом. Ни документы. Ничего. Потому что вылетать надо мгновенно, если земотрясение. Кто не сталкивался, кто не знает, тут не даст богу никаких. Там моментально все происходит. Это вот первый толчок. У нас тоже так было. В Ахе. Ночью был толчок. А потом через сутки был такой толчок, что поселок Нефтегорск. Его больше не существует. Да, был полностью уничтожен. В общем, так мы перепугались. Вы даже себе представили, можете. Надеюсь, что это такое какое-то разовое мнение. И толчки больше здесь не повторятся. Я даже себе представить не могла, что здесь вообще какое-то случилось. А что сюда? Пойдем там где-то как-то, чтобы зонтики хоть арендовать. А то ж мы же здесь сгорели. И мы хотели еще до 4 часов побыть в номере. Какое там в номере? Бегом. А здесь пляж. Вот тут так вот отдыхает с частными зонтиками. А вон там какой-то я вижу уже впереди оборудованный пляж. Сейчас мы с вами до него дойдем. Более подробно все рассмотрим. В общем, вот таким образом выглядит здесь вот этот пляж. Он общественный. В общем, за лежаки нужно платить. То есть нас никто ничего не взял. Мы пришли, вещи оставили, покупались. И сейчас будем уже отчаливать отсюда. Но что я хочу сказать? Мама перепугалась этого землетрясения очень сильно. Потому что она знает, что это такое вообще, чем это грозит. И гостиница у нас многоэтажная. Понятное дело, что там, может быть, это был разовый какой-то толчок. И больше ничего не будет. Но береженов бережет. И мы решили сегодня уже на ночь не оставаться. А поедем к нам в отель. Ехать здесь, в принципе, час. Да. Не, мы сейчас потихонечку пойдем здесь по пляжу. Прогуляемся. Мама, мой радость. Через уже мало дней мы поедем уже домой. А что, ты уже устала отдыхать? Нет, мне нравится. Просто дома. Дома еще больше нравится, да? Просто скучаю и по Даше, и по папе, и по дедушке, и по всем. Я хочу сказать, знаете, как, уже не успеваю отвечать на все комментарии, что спрашивают, почему вы не поехали на кораблике, вы же хотели на морском кораблике. Отвечаю всем разом, скопом, что кораблик ходит в 10.30 утра. Сейчас, Ваня, достану, подожди. В 10.30 из Кемера уходит. В порту, чтобы сесть на этот кораблик, надо быть уже в 9.10. То есть за час. Еще час там где-то на жаре нужно тусоваться. Мы бы приехали сюда, заселили нас в 3 часа, мы бы по жаре еще эти 3 часа где-то бы тоже ходили с вещами. В общем, у нас-то их как бы не очень много, но все равно, тем не менее, это неудобно. Поэтому автобус, это был самый простой вариант. Час идет. Единственное, что не ожидала я, конечно, чтобы без Кандея, но, в принципе, ничего страшного, доехали нормальному. Риксос отель. Идем решить прогуляться. Мам, а ты знаешь что? По полюду. Кто-то в этот Антундаш пляже нес слива на свою тапку. Да, здесь вечер. И здесь она осталась. И общественный пляж. И вот это от отеля, наверное. Вот это, наверное, может быть от Триксос пляж. А может быть и нет. И здесь у него вторая дороговая линия? Первая. На первой дороговой линии. Первая дороговая линия. Здесь так переплетену и пальмы, и хвойные деревья, и лиственные деревья. Все вместе. Здесь везде, кстати, велосипедная дорожка. Можно на великах покататься. Здесь тенечек. А можно просто из парка, видите, полюбоваться на море. Представляешь пальму? Я вот все время удивляюсь. Климат, да? Казалось бы, ну, три с половиной часа лету, да? А как все меняется кардинально. Море синейшее. Кошки у вами любимые. Сейчас мы наверх вот на таком вот лифте поднимемся. Здесь же скалы кругом. Анталия. Белиди есть какой-то. С велосипедом нельзя подниматься. Вань, ну как ты так вот идешь? Горячо? Да? Ну, горячо, конечно. Как ты так не видишь? Тут выходить некуда, Вань. Ты понимаешь? Некуда выходить. Смотрите, как говорится. Доехать в Кемер, соответственно, нужно перейти на противоположную от Мегроса сторону. Вот на этой остановке уже здесь останавливаются, где колесо обозрения, автобусы до Кемера. Вот это вот вообще какие ходят здесь автобусы. Милты. Много автобусов довольно-таки. Это вот то, что выделено. Это где мы сейчас находимся и в какую сторону что едет. Обращаемся мы, время у нас сейчас 17.32. Очень удивлено, что в Анталии тоже пробки. Да? Пробки много, сколько нужно. Ваньок, в общем, мест не было. Вот так вот напротив меня сидит. Спит. Потому что я ему дала драмину, а без драмины он бы не доехал. Сейчас ехать, 20 минут максимум, может, и выдержать. Но сегодня хотя бы чуть-чуть работать кондиционер, в принципе, ехать. Приехали, наконец-таки, в родные пенаты с большим удовольствием. Прямо здесь на остановке возле Бергамота нас высадили. В общем, проезд стоит 12 лир. 12 лир. О, дерево! Ты с ума сошла! Баня, дерево задел. И дерево виновата в том, что он задел. Сонный идет. Сонный. Не проснулся. В общем, я спросила ребенок, сколько стоит. Говорит, то же самое, типа, 12 лир. Раньше дети были бесплатно, а сейчас, наверное, то, что место занимает. Не знаю. Но автобус был полный. Не стала уже более подробно расспрашивать. К нам на ужин хочу показать наш с мамой выбор, не сговариваясь. У меня рыба и у мамы рыба. Слушай, а что это, она не пропеченная, что ли? Смотри. Нет. Или пропеченная? Просто это приправа, может, какие-то? Да. В общем, черешня. А у Вани котлетка какая-то. Ну, здесь, кстати, вкусная. Шницель называется, коренный, да? Вкусная? Как наггетсис. Смотрите, внезапно выключили свет во всем зале. И барабаны пошли. Несут, по-моему, большой-большой торт. Такое действие у них. Мы на такое вадоре попадали. Надо, кстати, посмотреть, что он из себя представляет. Грохот. Грохот. Похоже на торт мороженый. Да, они их несут. Все интересные. Все интересные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты! Вот это действие. Да здравствует свет. В общем, вот такой вот какой-то тортик праздничный. Туда подойти просто нереально. Тебе тоже интересно? Это торт, Вань, наверное. Может, торт мороженый? Подожди, сейчас они раздадут. Очередь уйдет и подойдешь, попробуешь. Хочешь попробовать? Ваня, расскажи, вкусный? Да. А что ж это за синее такое мороженое? Я что-то не поняла. Мам, синее это торт. А, это торт. А все остальное мороженое? То есть, ух ты, а оно разное, что ли? У тебя шоколадное получается? Да, шоколадное. А у Вани с какой-то синей прослойкой, типа, мятная? Может быть, она, нет? Ну, я еще, я, смотрите, я сегодня себе первый раз десерт взяла. Нет, вру. До этого хаубу брала, не сдержалась. Сегодня вот какой-то такой взяла. И плюс еще принесли торт. А уже широка страна моя Россия. И тоже хочется вроде бы и попробовать. Вкусняшка. Да нет, ну куда мне? Я вчера мороженое взяла не доедала. Жми на полу, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня.